Поднять село и поставить его на ноги – нет ничего невозможного. Пример с бочкарями тому подтверждение. Накануне с рабочим визитом целинный район посетил депутат Государственной Думы, представитель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Александр Прокопьев. Он отметил, что успешное развитие территории в первую очередь связано с базовым градообразующим предприятием. Директор компании «Бочкаре» Вадим Смагин показал строящиеся объекты и рассказал о дальнейших планах. Мы себе цель поставили сделать наше село самым удобным для проживания в Российской Федерации. То есть мы на сегодня являемся лучшим селом Алтайского края. На 2020 год наша цель – стать лучшим селом Российской Федерации. Сегодня в «Бочкарях» в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» идет активная стройка. Общий объем государственных вложений составляет порядка 200 миллионов рублей. Возводятся социальные, спортивные объекты. Уже осенью будет сдан новый жилой микрорайон. В этих домах будут жить работники компании «Бочкари», а также специалисты социальной сферы. Это учителя, медицинские работники и тренеры. В «Бочкарях» находится одно из самых лучших в регионе футбольных полей с искусственным покрытием. В августе за круглогодичной ледовой ареной заработает спортивный центр. Помимо хоккеистов и фигуристов, здесь будут воспитывать будущих чемпионов по волейболу и баскетболу. Близится к завершению стройка гостиницы. Она рассчитана на 250 мест. В селе появится спортивная деревня, где будут проводиться тренировочные сборы. Цель-то какая? Ну, понятно, бочкаревцы, целинный район, а лето, то есть это вот они, край, да. И самое главное, ребята из города едут в деревню, тянутся, тянутся. Не, ну так, ничего не ехать. Куда-то надо ехать, а здесь вот оно. Сейчас на уровне федерации прорабатывается еще один масштабный проект. В бочкарях намерены открыть школу «Сириус», чтобы дети в летнее время не только занимались спортом, но и развивались умственно. Вот так небольшое село в целинном районе можно ставить в пример того, как успешный тандем представителей государственной власти и бизнеса ломают устоявшиеся стереотипы. Люди не покидают свое родное село, а остаются и вносят свой вклад в развитие. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. БИСК специально для наших новостей.